Всем привет, друзья! С вами Андрей. И сегодня в выпуске я вам расскажу про NASA, которая подписала соглашение о съемках первого реалити-шоу в космосе. Audi представила Q4 e-tron, наиболее доступный электрокар бренда. Китайский автопроизводитель NIO начал устанавливать новые станции автозамены батарей электромобилей. Друзья, не забывайте подписываться на наш канал. Устраивайтесь поудобнее. Я желаю вам приятного просмотра. Поехали! Представители NASA подтвердили, что подписали документы о начале подготовки того, что станет первым в истории реалити-шоу, действие которого будет происходить за пределами Земли. Вероятная площадка МКС, но это не значит, что вскоре туда отправятся толпы претендентов. Напротив, разрешения на сам полет и съемки еще не выданы. Пока идет лишь стадия обсуждения. Будущее шоу получило незамысловатое название Space Hero. Его сценарий неизвестен, количество участников не озвучено и вообще никаких деталей не разглашается. Возможно, потому что пока непонятно, на что именно из задумок продюсеров согласятся в NASA. Предполагается, что шоу пройдет в два этапа. Масштабный кастинг за право полететь на МКС и само путешествие. Один из важных элементов шоу – круглосуточная интерактивная прямая трансляция, происходящего без перерывов и выходных. Возможно, полетов будет несколько. Начнутся они не ранее 23-го года. Кто и на каких условиях повезет участников шоу на МКС, пока не решено. Audi представила свой самый доступный электромобиль – кроссовер Q4 e-Tron, который также выйдет в варианте Q4 e-Tron Sportback. У него более низкая крыша в задней части, благодаря чему удалось добиться немного более приятных цифр коэффициента лобового сопротивления. Стоимость модели будет начинаться в Европе с отметки в 41 900 евро. Автомобили относятся к классу компактных кроссоверов. Они чуть более 4,5 метров в длину и чуть более 1,5 метров в высоту, а радиус поворота составляет 10,2 метра. Тот самый коэффициент лобового сопротивления у Audi Q4 e-Tron – 0,28, а у Q4 e-Tron Sportback – 0,26. А он таки лучше подходит для передвижения за пределами городов. Для сравнения, у спортседана e-Tron GT RS с разгоном до сотки за 3,3 секунды цифра равна 0,24. Базовая модификация Q4 35 оснащена относительно небольшим аккумулятором на 52 кВт-часов. Он будет питать двигатель на 167 лошадиных сил. В сумме это даст возможность разгоняться до 100 км в час за 9 секунд и проехать на одном заряде до 345 км. Комплектация Q4 40 уже оценена в 47 500 евро, и отличается она прежде всего аккумулятором. Тут установили батарею на 77 кВт-часов и такой же электродвижок на 167 лошадиных сил. Q4 40 сможет разгоняться до сотни за 8,5 секунд и проезжать до 520 км. Максимальная скорость ограничена значением 160 км в час. Топовая версия называется Q4 50 e-tron Quattro. Желающим за неё придётся отвалить почти 53 тысячи евро. У этой версии тот самый аккумулятор на 77 кВт-часов, но двойной двигатель на 295 лошадок. В такой комплектации можно будет разгоняться до 180 км в час, а до первой сотни за 6 и 2 секунды. Запас хода 780 и 795 км в пакете Sportback. Китайская компания NIO, активно развивающая собственную линейку электромобилей, изначально взяла курс на станции автозамены разряженных батарей электромобилей на заряженные. На данном этапе развития технологии именно этот способ обеспечивает самую высокую скорость заправки, так как водителю не приходится ждать, собственно, заряда батарей. А всё время операции, порядка 5 минут, уходит исключительно на процесс замены батареи. Ещё прошлой осенью NIO провёл 1 миллион автозамен батарей электромобилей в установках NIO Power. А по состоянию на 24 марта 2021 года это количество выросло до 2 миллионов. Теперь же компания совместно с партнёром Sinopik представила новые станции второго поколения NIO Power Swap Station 2.0. Второй крупнейший производитель топлива и масел в Китае планирует помочь NIO установить в стране 5000 зарядных и обменных станций для электромобилей на протяжении ближайших нескольких лет. Станция Power Swap Station 2.0 содержит 14 слотов для батарей, 13 для заряженных и один свободный для батареи, которая извлекается из электромобиля. Станция рассчитана на 312 замен батарей в сутки, то есть на одну замену отводится менее 5 минут с учётом парковки. Кстати, владельцу электромобиля NIO не придётся заезжать в бокс самостоятельно. Ему достаточно нажать на кнопку подтверждения, после чего электромобиль самостоятельно запаркуется на правильной позиции. Каждая станция содержит 239 сенсоров и 4 облачных системы вычисления, которые контролируют процесс парковки и замены батарей. Главной проблемой при общении к регулярным занятиям фитнесом зачастую является отсутствие не средств, а стимула. А поиграть в видеоигры обычно никого упрашивать не надо. Соучредитель компании PlayPulse Кристофер Хаген защитил по этой теме магистрскую диссертацию и спроектировал видеотренажёр нового типа, который объединяет игры и физические тренировки. Необычный велотренажёр PlayPulse One помимо велосипедной части снабжён двумя контроллерами с тактильной обратной связью. У него есть встроенный пульсометр и датчик частоты вращения педалей. В совокупности этих элементов сбора данных хватает для использования в интерфейсах различных видеоигр. Например, чем быстрее крутишь педали, тем активнее перемещается персонаж на экране. В настоящее время готовы 4 игры. В разработке находится ещё несколько десятков. Устройство использует 24-дюймовый экран и может работать в режиме мультиплеера для соревнований с другими игроками. Для любителей неспешных поездок есть возможность воспроизводить потоковое видео с Netflix. Причём если прекратить крутить педали, трансляция встаёт на паузу. Розничная цена PlayPulse One составит 2000 вечно зелёных. Первые полгода доступ к библиотеке с играми бесплатный. Затем нужно будет оформить подписку за 20 баксов в месяц. Обычно далеко не всем велосипедистам нужна помощь электромотора. Но если им приходится вести за собой прицеп с грузом, дело другое. Здесь на помощь приходит электрифицированный велотрейлер AIN датской компании Biomega. AIN это полипропиленовый несущий кузов, алюминиевая рама и единственное мотор-колесо на 250 Вт. Мотор питается от съёмной литий-ионной батареи, расположенной в прицепе. Каждый раз, когда велосипедист начинает движение или разгоняется, колесо прицепа регистрирует увеличение скорости. Мотор мгновенно реагирует симметричным усилием, раскручивая колесо с той же скоростью. Таким образом, прицеп становится невесомым с точки зрения ездока. Прицеп можно использовать для перевозки неживого груза. Подзащищённый от дождя пластиковой крышкой, если это необходимо, или маленьких детей. Есть стандартные крепления для двух кресел соответствующих размеров, которые, правда, придётся приобрести отдельно у сторонних производителей. Разработчики не сообщают массу AIN и максимальную грузоподъёмность, но указывают, что после 5 часов зарядки аккумулятор обеспечивает от 85 до 150 км хода. Крепится прицеп к велосипеду надёжным алюминиевым замком, который устанавливается под сидением. Для парковки есть откидная подножка. Заинтересовавшиеся могут поддержать компанию по сбору денег на Indiego Go. Если она пойдёт успешно, за 890 баксов можно будет приобрести себе электроприцеп. Предполагаемая розничная цена – 1430 долларов. Спасибо, что досмотрели этот выпуск до конца. Обязательно поставьте ему заряженный лайк. Подпишитесь на канал, если не подписались, и ударьте в колокольчик. Не забывайте подписываться на наш ТикТок и другие полезные ресурсы. Все ссылки вы найдёте в описании. Ну а я буду с вами прощаться. Огромное спасибо за внимание. Увидимся в следующем выпуске, друзья. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok